Микрофон Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности при 18-мм алюминиевой диафрагме, что обеспечивает микрофону прекрасное качество звука, так необходимое для записи вокала в домашних условиях. Производитель сообщает, что оптимизировал внутреннюю схему микрофона для того, чтобы снизить попадание шумов и искаженных звуков, но в то же время Toscan TM80 сохранил прекрасное звучание с полным чистым звуком. Этот текст я взял с сайта. Не, ну а че, вы думали, что я сам смогу такой текст написать что ли? Да, смогу. А теперь немного характеристик. Тип микрофона конденсаторный, направленность кардиоидный, вид исполнения настольный, область применения вокальный. Ага, щас петь буду. Итак, микрофон действительно топ. Аааа, после моего предыдущего микрофона, ну вы видите его. Это для меня просто как что-то инопланетное. Качество звука топ, ничего не фонит, ничего не кряхтит, ну конечно же за такие деньги. Что входит в комплектацию вместе с микрофоном? Это паук с настольной подставкой в виде треноги и кабель с разъемом XLR. Ах да, насчет кабеля с XLR. Это очень важно, ребят. Если вы вдруг захотите купить что-то подобное, то внимательно посмотрите, с каким разъемом продается ваш микрофон. Если это XLR, то скорее всего для микрофона потребуется фантомное питание плюс 48 вольт, так что просто купить переходник на USB или на джек не проканает. Переходник с фантомным питанием можно заказать на алиэкспрессе или же просто найти внешнюю звуковую карту с разъемом XLR, как я и сделал. Вроде бы микрофон идеальный, но подождите-ка... Оказывается в нем есть минус. Ну, такой себе. Микрофон сам по себе более-менее тяжелый. Я смотрел некоторые обзоры по этому микрофону и в одном из них я услышал, как автор прямо наезжает на создателей этой модели за то, что у него упал микрофон. Я подумал, ну рукожоп немного, пофиг. Оказалось, что микрофон действительно может упасть. Однако, все дело в знании физики. Если закрутить ножки от паука так, чтобы микрофон был между двух ножек, то он перевесит и упадет. Но если сделать так, чтобы микрофон был зафиксирован параллельно ножке, то все будет просто замечательно. Так что тот парень действительно рукожоп. Также советую купить какой-нибудь поп-фильтр. Он нужен, чтобы убрать в кавычках слюни и нежелательные звуки. Ну вот и все. Я рассказал все, что хотел, рассказал о своих впечатлениях и передал вам некоторый опыт. Думаю, что обзор был информативен. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.